Сегодня на сайте Министерства внутренних дел Польши была опубликована расшифровка переговоров в кабине самолета, разбившегося самолета президента Польши. Запись передала российская сторона из Варшавы с подробностями корреспондент радиостанции Вести-ФМ Людмила Львова. Меньше часа прошло после заседания Совета национальной безопасности Польши, а в эфире местных информационных программ появилась стенограна записи разговоров в кабине летчиков президентского Ту-154. На слух непрофессионалам первоначально трудно что-либо понять. Ведущие программ зачитывали диалоги, особенно подробно последних четырех минут. Идут команды и ответы на них. Все время повторяется неизвестный голос, непонятное предложение, что говорит о нахождении в кабине посторонних людей. Отдельной строкой появилось сообщение о том, что контролеры полета в Смоленском аэропорту за 15 минут до катастрофы предлагали экипажу изменить место посадки из-за плохих погодных условий. Но это предложение осталось без внимания. Вернее, после него опять неизвестный голос и непонятное предложение. Слышно, что шли переговоры и с самолетом Як-40, который доставил польских корреспондентов чуть раньше. Летчики советовали коллегам лететь на запасной аэродром. В противном случае быть осторожными. Большой туман. Конечно, важны одни из последних слов стенограммы. Повторю их полностью. Сейчас в этих условиях сесть не сможем, говорит командир экипажа капитан Аркадий Протасюк, директору протокола МИД Марьюшу Казани. Это в 8 часов 26 минут польского времени. И слышит в ответ. Ну тогда имеем проблему. После 4 минут разговора на другие темы в стенограмме записаны слова Казаны. Пока нет решения президента, что делать дальше. В стенограмме нет ни одной записи, которая бы говорила о приказе садиться. Но есть двукратно повторенная фраза командира экипажа, что попробует совершить посадку, а если не удастся, прекратит пробы. Из стенограммы также ясно, что командующий ВВС Польши Анжей Бласик находился в кабине пилотов до конца, до катастрофы. Тенограмма объемная, 41 страница. Эти материалы, безусловно, многое расскажут о причинах катастрофы в небе под Смоленском. Людмила Львова, Вести, Варшава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова